Говорят, что виновата, а можно сказать прости и всего. Слово «виноват» вообще не вина. Не надо участвовать. Всего не нельзя эти вещи проигносить. Это важно. А то, что плачешь – это хорошо. Это все уходит. Женщина, кстати, через слезы все эти вещи убирает. Им проще. Поэтому пусть все выходит. И самое главное, чтобы вы понимали. Мы все немножко раз. У каждого есть свои задачи. Мы не можем быть одинаковыми ни в чем. Я говорю, вот эти самые большие масонские ловушки – равенство и братство. Они на этом и равенство, и братство, и свобода. Свобода – это богоморчество. Свобода от совести. Свобода от того, что жить нужно по тем правилам, которые оставили на предке. Свобода от того, чтобы трудиться. Свобода от того, чтобы уважать других. Свобода от того, чтобы в первую очередь жить по совести. Вот от чего тут свобода нужна. И равенство тоже очень такое вредное, что мы не можем быть. Человек – люди равны. Мы все разные. Есть люди бездушные. Есть люди малодушные. Есть люди душевные. Есть великодушные. Видите, мы разные. Души разные. И, соответственно, мы не можем быть равны. Потому что каждая душа живет в своем пути. Это мир. И в этом мы не можем быть равны. И поэтому и уровень жизни у нас у всех разный. Поэтому и какие-то устремления у нас разные. Таланты у нас разные. Возможности и способности разные. Это нормально. Единственное, что может нас объединять – это счастье. Жить в счастье. Если мы живем несчастливо, значит, мы живем неправильно. И нужно задуматься. И что-то поменять в своей жизни для того, чтобы жить счастьем. Причем меняют не так, как вот. Меняют мужа. Меняют семью. Меняют еще что-то. Ну, как одежду. Так проще всего. Тут отдавят, тут сняли и все. Нет уж. Проще всего или не проще всего. То есть счастье, вы помните, в самом начале это было всегда тяжело, чтобы появиться туда. Вот здесь нужно будет что-то изменить. А проще всего изменить себя. Если ты меняешься сам, то меняется мир вокруг тебя. Он меняется. И, соответственно, ты начинаешь, как только мир, ты меняешь себя. И вот если ты сейчас не видишь выхода, но если ты начнешь меняться, ты увидишь выход. Увидишь выход и пойдешь и делаешь первый шаг туда, то ты еще изменися больше. Мир еще больше изменится. И тогда вот ты из какого-то ледяного затора вдруг оказывается перед тобой такая широченная дорога. И тут такой выбор у тебя. Можно и туда, и туда, и туда. А раньше ты вот только вот тут гуську, и тебе говорили, вот единственный путь, больше ничего такого в этой жизни нет. Да нет, это неправда. И можно делать абсолютно все. Человек может все делать. Просто это внутреннее ощущение. Это внутреннее состояние, которое должно быть у каждого человека. Но вот я говорил, что то, что у нас можно менять, это состояние счастья или несчастья. Вот все вот, если несчастливы, то это значит, это больное общество. Это больное общество, которое, ну, помните ли мы же время то какое сейчас? Необычное. Вот всех этих несчастных скоро снесет. Это не значит, что это плохо. Вот нет такого понятия «хорошо» и «плохо». Потому что даже те, кто умрут от тех же болезней и так далее, сейчас очень быстро. Они умрут очень быстро, можно сказать, даже без страданий. Вот как я приведу пример. Раком раньше болели, люди страдали по 10-15 дней. Сейчас за 2-3 месяца. То есть они, можно сказать, если те растягивали эти страдания надолго, то сейчас все это побыть. Будет еще быстрее. Будет еще быстрее. Будет заболевать и быстро уместить, сгорать. Но это не значит, что это плохо. Это их судьба и дай карму. То есть у нас будут просто… Они ведут по пути. Вот они падают сюда вниз. И вот сейчас такое время, когда берут это, погиб, не прекращая. То есть вот, допустим, он прожил 20 лет и умер. Вот его 20 лет остановили. И в следующий раз он начнет с этого момента свой рост. Следующее воплощение. А если его сейчас не остановить, то он бы вот сюда, к 60 лет, а там упал бы сюда. И в следующий раз, где 20 лет, туда пришло стартапов. Вот только в силу. То есть это нехорошо, это нормально, это жизнь такая. Это надо понимать. И даже если с нами что-то будет случаться, то это тоже нужно принимать. Наши предки раньше, когда они боялись смерти. Это уже с приходом христианства все это нам объяснили, что жизнь одна. И там потом либо в ад, либо в рай. А кто внимательно разобрался в Библии, понял, что в рай он там даже не пахнет. Я не иду, потому что кто-то даже... Да, очень не из братых семей из Божьего народа. Наши там общались, мы туда даже не единые, да. Ну, в качестве жителей, в качестве рабов, конечно, да, бывает. Направляется раб Божий, бывает. Вот. Ну, это тоже выбор, это тоже какой вариант. Но на самом деле, жизнь, она, если мы, ну, можно сказать, не продаем свою душу дьявол, то есть это образное понимание, но если мы не губим свою душу, то есть не нарушаем никакие какие-то краеугольные моменты, то в душе нашей ничего не происходит. Если мы нарушаем, ну, просто есть разные степени, есть такие, где душа погибает. Да, душа погибает, и опыт. Этот опыт, как мы видим, с глобным, и все. Опыт неудачный. Она может отягощаться очень сильно и опускаться очень низко. И потом ей нужно будет подниматься меж, все сначала начать. Это да. Так чаще всего бывает. А может, душа, наоборот, подкосится и за одну жизнь делать такие вещи, которые, я говорю, ну, и даже тысячи лет хватит. Но мы все это делаем с одной стороны, мы делаем это для себя. А с другой стороны, мы делаем это для Бога. А значит, для всех. Потому что для всех мы тоже делаем. Потому что если мы живем нормальную жизнь, люди смотрят на нас. И тоже хотят повторить такую же жизнь. Ну, то есть понимают, что можно жить вот так же. И в этом есть место. Поэтому все, что мы не делали, мы делаем не для себя и для других одновременно. Все остальное уже нюансы. Которые каждый, опять же, буллин выбирать, делать. Так же, по-моему. По-моему. Кстати, про Евромайдан, что я спросил, вы так и не ответили. Из-за чего Евромайдан происходит? Ну, а плавают Россию поближе к Украине. Хотя, скажем, как бы Украину на свою сторону поставят здесь ракетно-зенитные комплексы. Понятно. Много по стратегии. Там высосадки и все. И все. Ага. А еще какие-то здесь. Я думаю, что ты организовал сам Янкович, чтобы прикрыть свою бестолочность. Понятно. Еще какие-то. Еще какие-то. Еще какие-то. Еще какие-то. Нет, кстати, между прочим, по-произоинчески. Хотя в то же время даже героически. Все равно это проще. Когда-то, когда только Союз проспался, Украина подписала договор с Евросоюзом. Подписала. И ратифицировала его. О том, что она убирает у себя ядерное оружие. Она ходила в пятерку ядерных держав. Сейчас тоже пятерка осталась. Украины нет, а пятерка осталась. Какое место Украины государство? Только Израиль. Все разработки Элимаша. Красный директор, зато стал президентом. Ну и все разработки, в том числе, все туда переправлялись. Своими людьми. Ну, не важно. Самое главное за то, что Украина убирает у себя ядерное оружие, нам пообещали кучу людей. Которые в то время посчитали, что нам нужно 20 миллионов в год для того, чтобы восстановить промышленность и так далее. Нам много лет берет. Они пообещали. Ну, мы уже только убрали это. А обещание так и осталось. Но оно что висит в воздухе. И периодически пытается напомнить об этом. И вот для того, чтобы эту тему похоронить, предложили новый вариант договора с Евросоюзом. Который новый договор отменяет, понятное дело, старый. И если бы сейчас подписал Янукович этот договор, то вот те миллиарды, которые они нам должны, они как бы прошли по сторонам. Мы их попростили. А тут получилось так, что Азаров с Януковичем, деньги же тоже, наверное, нужны. Я не понимаю, что, может быть, деньги и для наших, в общем, в том, что деньги нужны, а кому деньги не нужны, куда же. А перестали нам давать деньги. Дело в том, что мы с 91-го года обычно посчитаемся колонией. А в колонии никто никогда деньги еще не вкладывает. Ну, не платят, говорят, в колонию деньги. Не принято так, в мировой практике. Поэтому, соответственно, нам когда пообещали, вообще никто не собирался вкладывать деньги у нас. Ну, а теперь же предлагают такой вариант, что, мол, давайте теперь откажитесь совсем, чтобы дать деньги. У нас даже никакого укусия не было возникнуть. Потому что договор есть. Ну, на сайте можно другом награду этот договор найти, подписанный, что нам давали, за что и так далее. То есть это не секреты, то есть это и не тайны. Единственное, что Азаров сейчас там выступил и сказал, что мы не можем все сказать. Вот, ну, а почему не могут сейчас, наверное, я даже не знаю, но, в крайнем случае, вот такая вот ситуация. И, но вариант такой, что, с одной стороны, Янукович с Азаровым хотели все-таки поветриваться, какие-то деньги из них получить. И поэтому они оттянули это подписание. А с другой стороны, те, кому проплатили деньги, вышли дипломы на Майдан, и сейчас надо в Евросоюз вступить. Ну, чтобы вот те деньги просто не платить. 5 копеек заплатить, чтобы не платить те миллионы. Это с одной стороны. С другой стороны, вот этот сценарий, этот, когда будет подписан другой договор с Евросоюзом, который отменит все эти обязательства, он готовился давно. Просто, как бы, люди были не готовы. В тот момент, когда подписывали первый договор, большинство населения были готовы вернуться в Союз, в ту сторону, как бы, формату. И они бы не поняли эти вещи. Самое главное, что вот есть такие вещи, они необъяснимы. Ну, как бы, мы понимаем, что правительство живет своей жизнью, а мы живем, как бы, своей жизнью. Я не принимаю там свои решения, а мы, вроде бы, здесь сами посетили. И эти вещи, вроде бы, несовместимы. Но на самом деле, вот наше общественное мнение, не то, которое мы выйдем на улицу, кричат, нет, а вот наше общественное мнение, которое есть у Педи, у Васи, у Коли, оно имеет силу. Оно эту силу имеет. И они эту силу чувствуют. И против этой силы они пойти не могут. И они должны нас убедить, чтобы мы сами согласились, сделать то, что хотим. А для того, чтобы это, они тут полгода, последние полгода все время тут говорят про Евросоюз. Со всех экранов телевизора. Евросоюз, Евросоюз, Евросоюз. Вот. Поэтому они сейчас, когда сорвали этот договор, то решили попробовать убрать теперь правительство и президента, что посадили теперь человека, который бы согласился, просто подмахнут. Потому что вроде бы народ уже созрел. Уже сказал Евросоюз, так Евросоюз будет достать. И вывели молодежь. Все революции в этой жизни совершала молодежь. То есть люди, которые... Не соображают. Да. Они еще просто не соображают, не имеют никакого жизни науку. Они кричат на Байдане, дайте нам европейское образование. Которое... Никто не знает, что это за европейское образование, сколько за него нужно платить. Если сюда идут, они все станут бомжами завтра же. И окажутся на улице. Ну, они же не соображают. Сказали вам и кричат. Вот. Поэтому... То, что не участвовать, это однозначно понятно, что в этом деле. Просто понимать, что происходит, чего хотят. Все равно решают вопросы за деньги. Решают вопросы... Но если как только подмешивают, понятное дело, что нас ждет более и больше вариантов. То есть сразу же все ресурсы быстренько высоснут отсюда. Прекратят все поставки и продаваться. То есть будет голод, будет безработица. То есть... Они пойдут по ускоренному варианту уничтожения. То есть... По большому счету, вообще задача всех вот этих вот... Последних, считайте, трех тысяч лет, которые они пытаются там все это дело создавать. Это уничтожить как у нас, славян. Ту нацию, которая необычная, в отличие от них. То есть она в своем генотепе несет некие знания. И вот... Мы немножко другие, в том плане, что мы, допустим, не выполняем закон. Ну, то есть, у нас четко у каждого сидит внутри внутри. Что закон, что ты пришла, да? А твоя игра, что ты пришла. У всех. Вот на Западе нет такого. Там закон и доверие. Это все. Написано все. Какой-то трески был. Даже мысли не возникнет как-то вот здесь от подобного. Вот. Но у нас внутри сидит некое творчество некоторое. Тем более, что как внутри даже сидит... Почему? Закон — это слово. Если вы произвели слово «закон», то внутри что-то с противоречкой. Потому что мы то знаем, что наши стрелки жили по кону. А все, что было за коном, за пределами этих правил, оно и есть закон. То есть, кон — это то, что, собственно говоря, правила, которые оставили на Боге. Вот так жили наши по кону. А за коном вот это вот от лукавого тоже надо придумать. Поэтому вот такие моменты. И важно как бы учитывать. Ну, у них навряд ли что-то получится, потому что все будет хорошо. Вот. Хотя они готовят силовой вариант. Нет, почему? Готовят боевиков. То есть, они готовятся в Крыму, там боевики сидят. Тут лагеря под Киевом. Готовятся, играют в петбол. Они там все готовятся к взрослым в таких вещах. Вот. Ну, это было и в оранжевой революции все готовили. А самое главное, вот они такие убогие. У них все. Они вообще не могут... У них творчества нет. Они все герой полушарники, как их обзывают. Потому что у них работает только одно полушарие. Они не могут новое что-то придумать. Они могут только вот усовершенствовать, что-то старое и все. Ну, их ничего не нравится сейчас точно. Народ как-то классный. Ну, вот сейчас народ смеется. Приехали из Египта. Мы ездили в Египет, когда там была революция их последняя. Они говорят в шоке, говорят. На Майдане те же самые листовки. Только там было по-арабски написано. Оттуда, в по-украински. Говорят, один в один, ну хоть чуть-чуть. И все же те революционеры все эти сака шлились. Вот они ездят. Ну все говорят, кого только можно сюда-сюда. И египет нам сюда-сюда, это подал. Ну, в общем, полный бред еще только. А что нам делать? Теперь полгода много давать, да? Зачем? Зачем? Противостоять. Надо заниматься самосовершенством. Надо заниматься самосовершенством. Ты не понял? Ну, мы же что говорим? Помните, есть эффект сута обезьян? Подается, что уже две тракторки какие-то. Про эффект сута обезьян слышали? Сто первая начинает делать шум? Нет, когда вот одна обезьяна. Одно обезьяне, допустим, вот это самое. Вот она смотрит и есть банан, допустим, как-то это самое. Где-то вот там такой за счет. Вот она будет ходить, ходить, ходить. Потом если у нее получится, вот раз, сделала. Вот она взяла, она тем так будет делать. Все остальные нет. Потом вторая, когда она мучится. Она может даже не здесь быть, а где-то вот в соседнем государстве. Вот. Если вот сто обезьян так вот сделают, то все остальные вдруг однажды, тут же, мгновенно, потом на обществе все будут так делать. Вот. Это вот одна как бы тракторка. Вторая тракторка, каждый эффект сута обезьяны, это когда вот каждый особый обезьян, если это сделает. Так это уже более такой жесткий вариант. Вот. Более сложный. Наверное, все-таки первый вариант, может и условный. Имеется ввиду, когда какое-то количество, критическая масса осознает, чем это. То все остальные – мгновенное прозрение. Это не коллективный разум. Вот коллективный разум, он определяет как бы все, допустим, муравейник. Муравейник, он может существовать муравейником, только при определенном количестве муравьев. Минимально. Если чуть меньше, муравейника не будет. То есть они не будут знать, как построить ходы, как создать вот это все, как иерархию организовать, как там вот всю эту самую распределить обязанность. Они не будут знать. То же касается пчел. То же касается абсолютно всего этого. Есть некая практика. Птицы не полетят на юг. Вот если в стае будет меньше какого-то количества, у них летят не те, кто уже летал, летят совершенно новые птицы, которые туда не летали никогда. И вот только в общее количество они летают, вот в этот момент кружатся, и вот это вот создают некий коллектив, как бы коллективный разум, который вдруг одна говорит, опа, а я знаю как. Пошли за мной. И все за ней пошли. Вот и здесь получается. А как получается вот этот эффект этой обезьяны? Ну мы же с вами говорим, что не каждый из нас является носителем своего мира. Если я здесь становлюсь лучше, то мой мир стал лучше. И теперь кто-то здесь, и у него мир стал лучше. И кто-то здесь, и у него мир стал лучше. И посмотрите, мир стал лучше. И все. Вот мир стал лучше, и в нем нет места вот того чего-то, вот там вот этим гадостям, которые я произносил. А они предлагают нам выйти туда и бороться с ними, играть с их битбол или не битбол. Они предлагают этот вариант. Они предлагают вариант гражданской войны. Вы поймите, как только где-то присутствует слово «борьба», «революция», «разделение» Вот это все их методы. Они этого хотят. Они хотят нас туда втянуть. Даже им это выгоднее, чем мы будем просто сотами обезьянками. Причем с удовольствием.